Весенний призыв На весенний летний период призыв Как наряд штаба округа составляет 1300 с небольшим человек Почему говорю не точную цифру, потому что до конца она не уточнена еще Она будет меняться, но пока на сегодняшний день эта цифра 1314 человек То есть эта цифра получается адекватная и республика в силах исполнить этот план? Дело в том, что наряды штаба округа всегда планируются из расчета количества ресурсов, которые у нас есть Количество подготовленных специалистов, ну и других показателей, которые напрямую влияют на количество нарядов Ну то есть как практика показывает, из года в год мы выполняем план поставленный свыше, то есть с Москвой? Традиционно Чувашская республика всегда отличалась высокими результатами в вопросах учетно-призывной работы Примером тому в настоящем 2016 году по итогам призыва выполнения вот этой задачи Республика заняла второе место, что достаточно высоко среди всех субъектов, входящих в состав центрального военного округа Большой и хороший положительный результат Задача была выполнена со стопроцентным результатом, с высоким качеством, точно и в срок Призывная кампания начинается 1 апреля, но подготовка к ней велась не один месяц В чем заключалась подготовительная работа? Ну если честно говоря, непосредственно призыв и отправку войска мы осуществляем в указанные сроки С 1 апреля по 15 июля, как действующее законодательство предусматривает, что касается весенне-летнего призыва Но откровенно говоря, как начальник отдела призыва, занимающийся вопросами учетно-призывной работы Работа эта ведется постоянно И все мероприятия, которые направляются на конечный результат непосредственно призыва Они, конечно, готовятся, как и все мероприятия, связанные с любым действием, они готовятся заранее Очень большой комплекс мероприятий проведен Совместные проведены мероприятия с всеми заинтересованными органами и ведомствами Которые принимают так или иначе в соответствии с действующим законодательством участие в вопросах учетно-призывной работы В частности, в первых числах января нам составлен совместный план с органами внутренних дел по Чувашской республике В соответствии с приказом министра обороны и министра внутренних дел мы разработали совместный план работы на 2017 год Провели ряд совещаний с органами внутренних дел Провели мероприятия по подготовке в соответствии с распоряжением Кабинета министров в Чувашской республике Ряд мероприятий по подготовке специалистов по ВУЗ, ДОСААФ Мы готовим уже ребят по воинским учетным специальностям Тоже существует наряд определенный Где служат наши ребята? Какие войска отправляются? Какие шансы у чувашских парней попасть в элитные войска? Вы знаете, традиционно задают этот вопрос Служат на территории всей Российской Федерации По призыву у нас за границей не служат Потому что только контрактники направляются На территории всей Российской Федерации Это 4 военных округа Западный, Южный, Центральный, в котором мы находимся И Восточный военный округ Что касается элитных частей Вы знаете, такая возможность есть попасть Любому гражданину нашей республики Нужны только соответствующие морально-деловые Ну и физические данные Естественно, вот и уровень образования тоже считается И он всегда используется для предназначения Но я хотел бы сразу обратить внимание Что вы знаете, что у нас практически уже более половины Комплектования вооруженных сил приходится уже на контрактников Поэтому вот в элитные части Особенно на должности, которые определяют боевую готовность Части непосредственно Уже назначаются военные случаи по контракту Много здесь можно говорить, почему, причины Но тем не менее, тенденция такова Что вот должности, которые определяют боевую готовность Комплектуются контрактниками Ребята по призыву, они занимают Не всегда вот эти должности И это понятно, почему Вот задача основная Подготовить их по военно-учетным специальностям И создать мобилиционный резерв Это задача одна из основных Но тем не менее, опыт подсказывает Что стремление Подготовка до призыва Позволяет ребятам достойно проходить службу и в элитных частях Как в республике обстоят дела с уклонистами? Ну, это достаточно больной вопрос Хотя я хотел бы вот на примере буквально нескольких цифр Объяснить, что тенденция, конечно, идет к снижению К примеру, в 2015 году у нас было в течение года таких 56 человек В этом 39 Вот в ушедшем То есть в 2015 56 В 2016 39 Тенденция, вот, видно Невооруженным взглядом Тем не менее Цифра нас это тоже не устраивает У нас есть определенные Планы по работе С этой категорией граждан Вот Причин На мой взгляд Их несколько Значит, это, конечно Тот период Когда детвора Было еще не совсем отдано Будем так говорить Вернее, была предоставлена сама себе Это конец 90-х годов Начало 2000-х Вот Это упущение по военной патриотике Дает о себе знать Но То, что я сказал о цифре примера Дает нам шанс И дает нам Возможность Предполагать, что Тенденция-то будет уменьшаться В республике проводится колоссальная Колоссальная Это не скрывая говоря Работа по Военно-патриотическому воспитанию Молодежи Задействованы Практически Все ресурсы В том числе Гражданского общества Общественных организаций В первую очередь Ну и естественно Те, кому и положено Заниматься этими вопросами Мы должны прекрасно понимать Что там, где есть пустота Туда придут немые Придут немые Молодежь Это такая сфера Которая требует особого внимания Мы это понимаем У нас есть планы По работе с данным вопросом И я уверен Что это количество уклонистов Будет уменьшаться значительно Что можно сказать Об уровне физической подготовки И здоровья призывников Вы знаете У нас на сегодняшний день Процент годности Около 74% Но это достаточно Высокий уровень Годности Просто для примера Хочу сказать В 2002-2005 годах Составлял 67-69% То есть значительный рост идет Но это Медики более правильно Вам расскажут Почему это находится Но я просто Цифрами апеллирую И хочу сказать Что годность конечно растет В то же время Нас не может не беспокоить Количество ребят Которые у нас становятся Ограниченно годными К военной службе По ряду таких заболеваний Которые мы могли бы Предусмотреть И не дать Перерасти в хроническую форму Это такие как Сколиоз Различные виды Плоскостопия Болезни Кровоснабжения Причин Они на поверхности Их не надо даже копать Это Малое развитие Физической культуры и спорта Это Сидячий образ жизни Это Увлечение Компьютерами Это Потому что И зрение То же самое Страдает Процент очень большой Вот Разработан комплекс мероприятия Мы в тесном взаимодействии С Министерством здравоохранения Работаем Задача стоит Амбициозная Вот это До 2020 года В соответствии с Распоряжением 134 правительства Российской Федерации У нас процент годности Должен быть Не менее 80% То есть у нас еще несколько лет Вот надо над этим работать У нас создано Неплохое взаимодействие Со всеми органами И здравоохранения И Министерство образования Чтобы Увеличить количество часов В том числе Факультативно По занятиям спортом Это и Министерство физической культуры и спорта Вот Я выражаю уверенность в том Что мы поправим Вот По процент годности Будет выполнен В соответствии с Распоряжением правительства Надеемся что будет так Да Большое спасибо за подробные ответы Сергей Александрович Об особенностях Нынешней призывной кампании Мы беседовали с начальником отдела Военного комиссариата Чувашской республики Сергеем Козюрой Редактор субтитров А.Семкин